Среди всех видов млекопитающих он выделяется благодаря своей огромной зубастой пасте, внушительным размерам, скорости и выносливости. Это морское чудище, единственное, которое осталось в живых из всего семейства кашалотовых. Для чего на них охотятся и какую же угрозу он представляет для человека. Всем привет, рада вас приветствовать на канале, берите вкусняшки и мы начинаем. Кашалот самый крупный представитель подотряда зубатых китов. Это морское млекопитающее ныряет глубже и может находиться под водой дольше всех живых существ, дышащих атмосферным воздухом. Кашалоты распространены очень широко, они обитают во всех океанах от приполярных вод до экватора. Они держатся на больших глубинах, обычно более тысячи метров, вдали от берегов. Большую часть года самцы и самки географически разделены. Самки с детенышами живут в теплых водах. Самцы же по мере роста и взросления поднимаются во все более высокие широты. Самые крупные самцы встречаются возле кромки арктических и антарктических паковых льдов. Для того, чтобы продолжить свой род, они мигрируют обратно в тропики, где обитают самки. Выглядят кашалоты весьма необычно и немного пугающе. Первое, что бросается в глаза – огромная голова, которая на первый взгляд больше туловища. Наиболее ярко фигура выражена в профиль. При взгляде в фаз голова не выделяется и кашалота можно легко перепутать с китом. Чем больше тело, тем больше мозг. Такое правило распространяется на большинство млекопитающих, но не на кашалотов. Черепная коробка содержит большое количество губчатой ткани и жира, а сам мозг всего в несколько раз больше человеческого. Внешность кашалота очень характерна и имеет ряд особенностей, отличающих его от других китообразных. Кашалот – настоящий гигант, самый огромный представитель отряда зубатых китов. Длина взрослого самца около 20 метров и даже больше. Что касается веса, то весит он около 50 тонн. Иногда встречаются и более крупные особи. А специалисты утверждают, что раньше, когда популяция кашалотов была многочисленнее, вес некоторых самцов приближался к 100 тоннам. Различия между размерами самцов и самок очень существенны. Женские особи миниатюрнее почти вдвое. А вот передвигаться гиганты не спешат. Скорость их в среднем составляет 10 км в час. Главная особенность кашалотов – это спермацетовый мешок, расположенный в верхней части головы и составляющий 90% ее веса. Он представляет собой некое образование внутри черепа животного, ограниченное соединительной тканью и заполненное особым веществом – спермацетом. Спермацет – это воскоподобная субстанция, образованная из животного жира. Она переходит жидкое состояние при повышении температуры тела кашалота и затвердевает при охлаждении. Спермацетовый мешок выполняет также важнейшую для кашалота функцию – эхолокация, распределяя направление звуковых волн и служит хорошим амортизатором ударов во время схваток с сородочами или атаки врагов. На начальных этапах развития химической промышленности из него делали свечи, крема, основу для мазей и клей. Когда в древности время от времени люди обнаруживали в море или на побережье непонятный кусочек воска, они долгое время предполагали, что они имеют необычное происхождение. Возможно, это слюна дракона или помет гигантской птицы. Однако в более позднее время, когда стало возможным проводить разные эксперименты с этой загадочной субстанцией, выяснилось, что она представляет собой вещество, образующееся в кишечнике кашалотов, так называемую амбру. Несмотря на то, что амбра появляется в не самом романтичном месте, используют ее для создания различных приятных ароматов. Парфюмеры всего мира по достоинству оценили вещество, обладающее приятным запахом и, кроме того, позволяющее закрепить комбинацию ароматов. А вы знали, что когда кашалотам нужно вздремнуть, они делают глубокий вдох, ныряют и выстраиваются в идеально ровные вертикальные узоры. Они спят крепко и неподвижно до двух часов между вдохами, в группах по 5 или 6 особей. Никто не знал, что киты спят вертикально, пока исследование 2008 года не зафиксировало их поведение. Кашалоты питаются мясом и чаще всего охотятся на головоногих моллюсков и мелких рыб, ищут жертву на глубине до полутора километров. За крупной рыбой может нырнуть и на глубину 3-4 километров. В периоды длительной голодовки кашалотов спасает огромный запас жира, который расходуется для поддержания энергии. Они могут питаться и мертвичиной, их пищеварительный трак способен растворять даже кости, поэтому они никогда не погибают от голода. Поскольку самки кашалотов не любят покидать границы теплых акваторий, то процесс размножения не имеет каких-либо ограничений по сезонам. Самки кашалотов могут спариваться в любое время года, но детеныши в основном рождаются осенью. Самка вынашивает плод 18 месяцев. Детеныш рождается только один. На момент рождения вес его около тонны, а длина тела не превышает 3 метров. Первый год мать вскарливает малыша молоком. За этот период маленький кашалот примерно в два раза увеличивается в размерах и обзаводится зубами. В водных просторах врагов у кашалотов немного. Молодую осадь или одинокую самку может атаковать косатка, но нападать на матерого самца она уже не осмелится. Не страшны этим китам и акулы. Вот человек в погоне за прибылью за сотни лет значительно навредил популяции этих животных. В настоящее время охота на китов-кошалотов под запретом. Популяция величественных животных растет крайне медленно, но хорошо уже то, что сокращение поголовья остановилось. Кашалот очень привлекательный объект китобойного промысла. Китовый жир, спермацет, зубы и мясо высоко ценятся человеком, поэтому долгое время популяция подвергалась безжалостному уничтожению в промышленных целях. Результатом стало стремительное уменьшение поголовья кашалотов и в 60-х годах прошлого столетия. В связи с угрозой полного истребления вида было введено строгое ограничение на его добычу, а в 1985 году вступил в силу полный запрет на промысел. Сейчас только Япония имеет ограниченную квоту на добычу кашалотов в научных и исследовательских целях. Благодаря этим мерам в настоящее время популяция кашалотов сохраняется на достаточно высоком уровне. Кашалот – единственный вид китов, который может проглотить человека полностью, не пережевывая. Тем не менее, невзирая на большое количество летальных случаев при охоте на них, эти киты, видимо, крайне редко глотали людей, попавших в воду. Единственный более-менее подтвержденный случай, он даже был задокументирован, произошел в 1891 году у Фолклендских островов. Кашалот разбил шлюпку с британской китобойной шхуны «Звезда Востока». Один матрос при этом погиб, а другой гарпунер Джеймс Бартли пропал без вести и тоже был сочтен погибшим. Кашалот, потопивший шлюпку, был убит через несколько часов. Разделка его туши продолжалась всю ночь. К утру китобои, добравшись до внутренности кита, обнаружили в его желудке Джеймса Бартли, бывшего бессознания. Бартли выжил, хотя и не без последствий для здоровья. У него выпали волосы на голове, а кожа потеряла пигмент и осталась белой, как бумага. Бартли пришлось оставить китобойный промысел, но он смог хорошо зарабатывать, показывая себя на ярмарках, как человека, побывавшего в брюхе кита. Всем спасибо, что посмотрели этот выпуск до конца. Не забудьте подписаться на канал и жмякнуть большой палец вверх. Берегите природу и всем пока!